Всем привет! Это канал Экстрим ТВ и я вам представляю ТОП 5 удивительных явлений природы. Поехали! Первое явление. Движущиеся камни это геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстрикплайе в долине смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чем свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются самостоятельно, без помощи живых существ, однако до режества 2013 года никто никогда не видел и не фиксировал перемещения на камеру. Подобные движения камней были отмечены в нескольких других местах, однако по числу и длине следов Рейстрикплайе сильно выделяется среди остальных. Второе явление. Большая голубая дыра. Это крупная голубая дыра, расположенная в центре Лайтхаус рифа, атолла в составе Белийского барьерного рифа. Дыра представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 305 метров, уходящую на глубину 120 метров. Данное геологическое образование первоначально являлось системой известняковых пещер, сформировавшейся в ходе последнего ледникового периода. Уровень моря тогда был значительно ниже, но когда океан поднялся и свод затопленной пещеры болился, образовалась карстовая воронка, довольно распространенная форма рельефа вдоль побережья Белиза. Третье явление. Планктон, выброшенный на пляжи острова Ваат-Ху, окрашивает берега тысячами огней. Свечение объясняется биолюминесценцией, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Голубые свечащиеся волны словно отражают звезды в небе над Мальдивами. Четвертое явление. Молнии Кататумба – это природные явления, возникающиеся над местом падения реки Кататумба в озере Маракайба, Южная Америка. Феномен выражается в возникновении свечения на высоте около 5 километров, без сопровождающих акустических эффектов. Молнии появляются почти каждой ночью до 200 дней в году и длится около 10 часов. В сумме получается около 1,2 миллиона разрядов в год. Молнии видно с расстояния до 400 километров, и их даже использовали для навигации, из-за чего явление также известно под названием «Маяк Маракайба». Пятое явление. Газовый кратер в Туркменистане, или же «Врата Ада». Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, а глубина – около 20 метров. В 1971 году, возле деревни Дарваза в Туркменистане, советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины, геологи наткнулись на подземную каверну, из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру. Люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей из кота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потух, но ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящийся из кратера, непрерывно горит днем и ночью. Деревня Дарваза в 2004 году была снесена. В 2010 году президент Туркменистана посетил Дарвазу и заявил, что кратер должен быть засыпан или должны быть приняты другие меры для ограничения его влияния на добычу газа в других месторождениях района. Ну что ж, если вы что-то узнали нового, поставьте лайк, подпишитесь на канал и посмотрите предыдущие популярные видео. С вами был канал Экстрим ТВ, до новых встреч, пока!